Интерактивная карта сейчас будет работать в тестовом режиме, в пробном, поэтому мы собираем все предложения по ее совершенствованию. Тестовый режим в полном разгаре. Как выяснилось, зеленые линии на интерактивной карте сайта, которые должны обозначать отремонтированные дороги, не соответствуют реальному положению дел. По факту участок находится в убитом состоянии, но обозначен как отремонтированный. Так произошло с дорогой на проезде Речникова. В реальности здесь множество ям. Машины идут по дороге подпрыгивая, но в отчетах дорога числится отремонтированной. Видимо, те люди, которые занимаются редакцией интерактивной карты дорог, рисуют зеленые линии на ней не глядя. Примерно следующим образом. Исправим вместе. Сейчас мы наглядно продемонстрировали, как работает рязанский интернет-портал. Также легко и непринужденно рисуются в интернете зеленые линии отремонтированных дорог и на других улицах города. Например, на улице Затинный. На карте дорога рядом с домом номер 80 числится отремонтированной еще в апреле этого года. В реальности местные жители не помнят, когда на их улицах производился хоть какой-либо ремонт. Они находятся в полном непонимании от той информации, что их дорогу причислили к отремонтированным. 60 лет как-нибудь не ремонтировали. Никогда здесь не делали дорогу. Дорога ужасная, убитая, ехать невозможно. Вот эти самые легковые машины здесь цепляют днища, обосвалили, бьют машины. Писали депутатам. Депутаты говорят, нет, план мы не включим. По крайней мере в этом году, в следующем может быть. Появляется вопрос, тогда каким образом на интерактивной карте города дорога на улице Затинной обозначена все-таки как отремонтированная? Наверное, нарисовать зеленую линию на интерактивной карте города намного проще, чем приехать на улицу Затинную и в реальности отремонтировать здесь дорогу. Так вот, стоит задуматься о смысловом значении интернет-портала «Исправим вместе» и о том, по каким причинам там предоставлены такие отчеты. Пусть это не центральная улица, но здесь живут люди, стоят хорошие дома, машины. Это центр города. По этой же дороге прокладывают путь туристы до речной пристани Кремля. И нарисованная зеленая линия в интернете, возможно, успокоит других граждан города. Покажет, как хорошо в Рязани проводится ремонт дорог. Но только не местных жителей, которые, ко всему прочему, долгие годы жалуются еще на одну проблему. У них нет канализации. Людям приходится пользоваться выгребными ямами. Ссылаются на то, что здесь частные дома. То есть, как бы, мы должны проводить канализацию сами. Но мы в городе все-таки живем. Мы жители города Рязани. И нам коллектор проложили, бабуши подключились, мы, как говорится, сами. Нас вспоминают, когда выборы. Вот тогда, да, приезжают, обещают. На этом все заканчивается. Вот такой забытый уголок есть у нас в центре города. Проще, конечно же, здесь решить сразу две проблемы. Вскопать всю эту разбитую дорогу, проложить канализацию и поселить сверху новый асфальт. Но, видимо, эта идея не для нашего города. Возвращаясь к теме сайта «Исправим вместе», можно обратить внимание и на другие интересные решения вопросов, обозначенных жителями города. Например, граждане просят отремонтировать или убрать сломанные детские качели. Их сносят. Так же поступают и с детскими горками. Песочницы, вместо того, чтобы наполнить песком, чересчур переполняют. Такие вот конструктивные решения обозначены на рязанском интернет-портале. Каждый может их увидеть и обратиться на сайт со своими проблемами. Но, как говорится, с миру по нитке. Так что нам, рязанцам, наверняка проще будет скинуться и перестать надеяться на помощь, которая больше похожа на подачку.